Девушки отдыхают Честно говоря, никакой разницы не чувствуется с тем, когда я не был чемпионом мира. Когда Влад был чемпионом, я чувствовал себя точно так же, как и сейчас. Все это не важно для меня. ПСА, титул и статус. Для меня это мало чего значит. Владимир, к тебе тот же вопрос, потому что ты так долго был чемпионом, и теперь, как претендент, что для тебя поменялось? Верите или нет, но я наслаждаюсь своим положением. Я в статусе претендента, и это как гора с плеч. Я расслаблен, но я готов, и мне это по душе. Я чувствую себя совершенно другим человеком, чем чувствовал себя последние 11 лет. Ты все так же стремишься снова завладеть этими титулами. Я все еще молод и силен, чтобы снова стать чемпионом. Поэтому я так рад этому реваншу. Что изменится по сравнению с первым поединком? В этот раз я опущу в ход свои руки, и не буду сдерживать себя, чего я не сделал в первом поединке. Тогда вы увидите разницу. И ты увидишь разницу. Что думаешь, Тайсон? Он говорит, что он сделает это, и я ему верю. Я верю, что он не будет сдерживать себя. Мой вопрос в другом. А чего случилось в прошлый раз? Почему ты сдерживал себя? Ну, я сделал это. Зачем? Это был мой выбор. Значит, ты выбрал поражение? Да, я его выбрал. Ну, ты прямо... Поражение — это вариант развития событий, но это выбор. Ты уже выбрал это в прошлый раз, и как с таким выбором? Знаете, давайте забудем все притворство. Успокойся, расслабься, дружок. Будь собой, давай просто поговорим, как мужчина с мужчиной. Что случилось? Без всякой херни. Я тебя победил, потому что я двигался и бился в своем отличном ото всех стиле, поэтому ты не мог попасть по мне. Но давай не выдавать желаемое за действительное, ведь это просто боксерский матч, у тебя было их множество, и у меня их было немало. Не нужно придумывать то, чего нет, ведь мы тут не ракету в космос запускаем. Очевидно, ты выходишь за победой, как и я. И кто победит, тот победит. Это не самое главное. Денежки в банке — несколько другое дело. Но что все-таки случилось в прошлый раз? Я тебе это расскажу на пресс-конференции, после нашего поединка. Я объясню тебе разницу, и ты ее почувствуешь. Че-то я не чувствую разницы. Не чувствую ее сейчас и как-то мне по боку даже. Победа, поражение или ничья — все это не важно. Мне как-то тоже. Ты недооценил его в первый раз? Он оказался лучше, чем ты рассчитывал? Конечно, нет. Честно говоря, я не почувствовал, что он лучше меня. Просто я вообще ничего не чувствовал. Это даже не был боксерский поединок. Ходить по рингу, играть в гляделки и строить рожи оппоненту — это не был бой. И все. Честно говоря, я не увидел настоящего боя. Все-таки мы играем в эти игры, боя не было, я проиграл намеренно, я ничего не сделал с оппонентом. Нет, намерения такого не было. Значит, ты говоришь, что ты не пытался победить, и ты подвел всю свою семью, свой народ, всех немецких фанатов, просто так, просто вышел за гонораром? Это ты пытаешься сказать, раз ты не пытался? Послушай, да нет, мне просто любопытно, если ты говоришь такое перед глазами, 50 тысяч болельщиков в 12-м. Я пытался в 12-м, но было уже поздно, слишком поздно. А чего ты ждал с первого раунда? Я просто смотрел на тебя и сдерживал себя, вот и все. Хотел бы я рассказать больше. И я хотел бы услышать твое объяснение. Но что такого случилось в 12-м раунде? Ты выбросил в 12-м больше ударов, чем в первых 4-х раундах, и ко всему я попал в 12-м по тебе больше, чем ты по мне. Если посчитать, то 12-й был лучшим раундом в бою, потому что мы нанесли друг по другу больше ударов, чем за весь остальной бой. Я вот недавно пересмотрел бой, и 12-й раунд был самым зрелищным. Потому что я хотел сделать этот раунд таким. Потому что мой тренер Питер сказал мне, попытайся нокаутировать его. Но если бы я продолжил просто боксировать, то ты бы не попал по мне. Так что это чисто моя заслуга. Но вообще, если хочешь подраться, то я только за. Для меня это как праздник. Это зашибись. Замечательно. Но на самом деле мне без разницы, кто победит, а кто проиграет. Но, думаю, тебе все-таки не все равно. Почему нет? Потому что ты чемпион. Тебе не хочется терять пояса. Но ведь победа или поражение мне все равно заплатят или нет. Конечно заплатят. Но разве для тебя ничего не значит быть чемпионом? Это не значит ничего для меня. Ни один из чемпионских поясов не видел света белого с того самого дня, как я их выиграл. Просто я такой человек. Очевидно. Они что-то значат для Влада. Потому что он хочет их вернуть, и он эмоционален, когда мы про них говорим. И он на меня таращится при этом по-всякому. Но для меня все это мало что значит. Потому что я уже победил его, и моя работа выполнена. И я уже совершил невозможное. Так что даже если он вырубит меня за 10 секунд, я не расстроюсь. Потому что мне все равно заплатят. И я дрался в больших боях. И если я проиграю один, это не значит, что больше никаких больших боев для меня. Все равно я их получу. Если захочу. Что для тебя значит снова стать чемпионом мира? Снова достичь вершины? Я и так владел этими титулами целую вечность. Вот именно. Просто тут дело не в титулах. Так в чем же дело тогда? В отмщении. Чтобы исправить свои ошибки, потому что мне стыдно за это. И в чем были эти ошибки? Нет ничего постыдного в том, чтобы проиграть кому-то, кто лучше тебя в этот день. Потому что у всех бывают плохие дни. Загляни в историю. Она полна примеров. Леон Спинкс одолел Мухаммеда Али, но в реванше его уничтожили. Может ты сделаешь что-то подобное со мной? Но в любом случае мне плевать. Я даже скажу, я надеюсь, что ты одолеешь меня, чтобы я мог спокойно уйти из порта, бывшим неоспоримым чемпионом мира, победившим того, кого никто не мог одолеть. И надеюсь, что после меня ты потом одолеешь всех остальных. Так что моя победа от этого будет смотреться еще величественнее, разве нет? Владимир, ты видишь этот бой ключевым моментом своей карьеры? Если ты проиграешь и этот поединок, ты на этом закончишь карьеру. А если победишь, ты продолжишь? Я не заглядываю дальше этого поединка. Совсем? Совсем. Как я говорил все предыдущие 10 лет, я не заглядываю дальше грядущего поединка и живу от боя к бою. Я не строю никаких планов. Еще один вопрос. Ты привык выступать на своей территории с огромной поддержкой немецких болельщиков, и вот теперь ты в Англии будешь драться в Манчестере. Что это меняет для тебя? Да, потому что я уверен, ты ожидаешь враждебного отношения болельщиков. Я дрался в Нью-Йорке против бойца из Нью-Йорка. Я дрался в Германии против немца за титул чемпиона Европы, и вся арена была против меня. Это было давно, и его звали Аксель Шульц. Так что... Еще Поветкин из России. Да, еще Поветкин. Причем он местный там. Так что в этом для меня нет ничего нового, и на самом деле я даже рад бою здесь. Потому что было много разговоров о разных аренах для поединка, но теперь мы здесь, в Манчестере. И я очень рад этому факту. Как ты думаешь, какую службу тебе сослужит преимущество домашнего поля? Ну, мне враждебное поле неплохо сослужило. В Германии были отнюдь не мои фанаты, так ведь? Совершенно верно. И это никак на меня не повлияло, так ведь? Но здесь, в Манчестере, тебя примут как героя. Думаете? Я так думаю. А я думаю, Влада поддерживают больше, чем меня. Мне кажется, ты недооцениваешь свою популярность. Я популярен, потому что я все время болтаю всякое. Я популярен, потому что я раскручиваю себя, потому что я делаю заявление, на которое у других кишка тонка. И я популярен именно поэтому. Я популярен, потому что всем нравится меня ненавидеть. Без меня бокс снова станет скучным. Это на самом деле ты или ты притворяешься? Конечно, нет. Я устраиваю шоу. Это шоу-бизнес для меня. Все приходят посмотреть, как я устраиваю представление. Отыгрываю свою фишку. И люди хотят видеть это. Поэтому я такое и делаю то, что делаю, потому что мне платят кучу денег за это. Я считаю своей работой развлекать народ и устраивать самое крутое шоу из возможных. Кому-то это нравится, а кто-то это ненавидит. Но что я могу гарантировать? Все они будут смотреть. И без разницы. Победа, поражение. Все хотят это видеть, и они заплатят за это. Так что мне особо нет дела до результата боя. Я выйду и сделаю свое дело. Ведь я все время тяжело пашу в тренировочном лагере, и что получится, то получится. Если мне суждено снова победить, зашибись. Если ему суждено вынести меня в первом раунде, я принимаю это. Для меня это не является проблемой. Для меня это всего лишь боксерский поединок. Так что если это так важно для тебя, это твое дело. Ты жаждешь отмщения? Да пожалуйста. Можешь вылепить мне пощечину, если хочешь. Мне плевать. Так что все эти мелочи, мне до них нет дела. Я даже надеюсь, что ты победишь. Ведь тогда мне не придется больше драться, потому что я в боксе до первого поражения. Каково твое отношение к Тайсону, чемпиону мира? Он забрался тебе под кожу? Потому что, по мнению многих, ему это отчасти удается. Знаете, кто тот человек, кто может это определить? Только я могу это определить. И ничто или никто не может забраться мне под кожу. Кроме членов моей семьи. Если им это захочется. Больше никто. Или жены. Все жены это могут. Моя может довести меня до точки кипения за секунду. Вот так. От нуля до сотни. Он тебя раздражает? Он меня развлекает. Он весь такой выдержанный. И если бы его доставала муха, он сдержался бы? Я должен сказать, он устраивает интересное представление. Мне понравилась пресс-конференция перед первым нашим боем. Бэтмен или Супермен? Бэтмен там был. Это была интересная смена обстановки. Это было интересное зрелище. Но если не я, то кто? Никто больше такого не делает. И я рад, что ты делаешь это. Потому что было бы скучно. А так это как вишенка на торте. Всем интересно. И оно того стоит. Итак, в чем ключ к победе в этом бою для тебя и для тебя? Тайсон? Хотите узнать наши пути к победе? Да. В чем для тебя ключ к тому, чтобы остаться чемпионом мира? Если бы меня это вообще парило, то я бы не сказал, но считайте, что я раскрываю свои карты. Владимир выйдет и попытается нокаутировать меня. Как? Да как он и сказал. Попытается с самого начала работать, а не как в прошлый раз. Как мне победить? Феек его знает. А как я всегда побеждаю? Буду творить всякую херню, как обычно. Ведь вроде как работает, так ведь? Ведь на самом деле, я не самый техничный боксер. Я не сильно бью, и у меня не самая лучшая работа ног в мире. Но тем не менее, я тот, кого зовут неоспоримым королем мира бокса. Владимир, твой ключ к победе. Знаете, это тот еще вызов, потому что он сам не знает, что будет делать. А если знает, то... Я на самом деле не знаю. Я человек такого сорта, что просыпается с утра в хорошем настроении, а через 10 секунд он уже все ненавидит. В общем, с ним ничего нельзя предугадать, нужно уже по ходу разбираться. Кстати, на пресс-конференции я обвинил Владимира, что он эмоциональная катастрофа. Но на самом деле, я должен это перефразировать, потому что он эмоционально стабилен. Он нормальный человек. Такого называют среднестатистическим атлетом. Красавчик такой, знаете. Очень хорош в боксе. Да во всем хорош. Прекрасный атлет. Посмотрите на него. Он в отличной форме, не то, что я. Из нас двоих эмоциональная катастрофа, это я. И иногда крышу сносит. Именно у меня. И я серьезно сейчас. Я не притворяюсь идиотом. И он сейчас серьезно. Я не шучу. Ну, конечно, нет. Клянусь, я не шучу. Верю. Ну и вот, я могу проснуться с утра, все отлично. А в обед я могу покончить с собой. И так со всем, чем я занимаюсь. Я могу пойти в зал и тут же уйти. А могу проторчать 4 часа. Я такой, какими иногда должны быть особенные люди. Эксцентричными, эмоциональными шутами. Иногда вы смотрите на всех этих заумных ученых и такие, блин, этот чувак реально псих. Но в то же время, этот человек гений. Так что иногда особенные люди все-таки сдвинутые. И Владимир, он прекрасный человек. Но он все-таки не светоч, как я. Он прекрасный чемпион. Но он звезд с неба не хватает. И я считаю, что я именно такой. Я гений в какой-то степени. Потому что если бы я таким не был, разве у меня получалось бы то, чем я занимаюсь? Все просто. Мы тут не ракету строим. Умеешь, делаешь, не умеешь или не хочешь, мешков мочишь. А я тут как бы застрял посередине. Не знаешь, с какой стороны окажешься в любой момент. Каждый день я новый человек. Иногда я просыпаюсь и думаю, я хочу уйти непобежденным. Так что хрен ему, а не реванш. Пусть страдает. В другой день я такой, да дам я ему бой. И вынесу его. В иной день я такой, да пофиг, выйду и лягу. Так что я вообще фиг знает, что вытворю. И это абсолютная правда. Я не вру. Просто раскрываю душу тут. Я раскрываю все свои карты. Теперь ты знаешь, чего ожидать. Владимир, его непредсказуемость, она затрудняет задачу для тебя? Это так. Буду честен с вами. Именно так. Потому что ты любишь анализировать оппонента. У всех своя манера поведения физически и психологически. Так что это создает свои сложности, но в определенном смысле его легко прочитать. Так что я понимаю, что меня ждет и как у него работают мозги. В этот раз ты будешь больше рисковать? Определенно. Нужно поставить все на карту. Это необходимо. Это играет тебе на руку? Да не очень. Но может сыграть. Может, а может и нет. Но вообще никакой выгоды, потому что я не знаю, каким я выйду на этот бой до самого дня боя. Потому что бывает я месяцами тренирую что-то к бою, а потом ни разу не использую в поединке. Просто вот не использую. Так что чаще всего я сам не знаю, что сотворю в бою. И это чистейшая правда. Бывает, остается час до боя, а мне на все плевать. И раз, я в деле. Так что я честно не могу сказать, потому что не знаю. Я все-таки надеюсь, ты завтра слетаешь в Германию. Ну, в Германию, не домой. Да ладно, не сотворю такого. А то за час до самолета решишь. Да лети, но все конем. Да нет. Это твоя работа. Помнишь, да? Короче, моему поведению нет оправданий. Я просто делаю все, что могу. Победа или поражение. Я сделаю все возможное с моей стороны. Если Владимир одолеет меня, то это его заслуга. Я пожму ему руку, и он тут будет новым Бэтменом. А если я одолею его, то я останусь все в том же положении. Буду все так же хандрить, все так же в депресснике, аж у пипец. И мне все так же будет плевать, пусть я помру хоть в любую секунду. Потому что так я и живу. Моя жена подтвердит. Это ведь так? В смысле, я такой. Так ведь? Видите, даже она не знает, что я сотворю. А ведь мы живем вместе. Мой родной папа не знает, что я смогу сотворить. Так что такие вот дела. Спасибо вам, пусть победит сильнейший. Вы пожмете друг другу руки. Тут хотелось бы добавить от всего сердца. Ты прекрасный человек. Я одолел тебя решением. Это ничего не значит. Ты можешь вернуться и нокаутировать меня. Нокаутировать вообще всех. Удачи тебе. Ничего не могу сказать плохого, потому что весь трэшток и все такое, оно не о том. Правда в том, что он отличный боец. А я делаю то, что делаю. Субтитры создавал DimaTorzok